Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, меня зовут Надежда, и вы на канале Мой Сад, Мой Рай. Мой Сад, дорогие друзья, находится в западной части Беларуси, совсем недалеко от границы с Польшей. Живу я в небольшом городе Волковыск. Сегодня, дорогие друзья, хочется поговорить о таком растении, как гортензии. Существует, конечно, очень много различных видов и сортов гортензий. Крупнолистные, дуболистные, метельчатые, древовидные, пильчатолистные. Все они по-своему хороши, по-своему прелестны, но каждому виду нужен свой подход и свой уход. Как и по другим растениям, мнение растеляется. Что касается обрезки, когда лучше ее производить? Весной или осенью? Данная процедура, конечно, зависит не только от нашего желания, но и от климатических условий, где мы проживаем. Обрезать, конечно, соцветия лучше осенью, так как соцветия, они сами по себе очень тяжелые, а если на них еще налипнет снег, плюс еще, если это все дело подмерзнет, они просто сломаются. Ладно, если сломается просто сам цветочек, но бывают и такие ситуации, что ломается веточка полностью вплоть до корня, и тогда уже совершенно другая история, которую мы не хотим видеть на своих именно растениях. Я, дорогие друзья, обрезаю свои дартензии осенью. Обрезаю соцветия, обрезаю сами ветки на нужную мне длину. Для каждого вида я использую свой способ обрезки. Приглашаю вас поучаствовать в этом процессе, посмотреть, как я это делаю и чем я это делаю. В моем арсенале, дорогие друзья, пополнение в инструменте. Буквально пару дней назад у меня был день рождения, и мои подарочки я сегодня хочу испробовать именно в процессе обрезки своих любимых дартензий. Метельчатые дартензии уже полностью сбросили листву, остались только совсем-совсем одиночные листики. Поэтому уже пора производить данную процедуру. Вначале, дорогие друзья, я вырезаю мелкие недозревшие веточки. Затем укорачиваю сами ветки. Если они потоньше, укорачиваю, буквально оставляю две почки. Если ветки более вызревшие, оставляю три почки. И так прохожу по каждой ветке. Конечно же, если есть какие-то веточки, которые сломались, тоже я их убираю. Потому что от таких веточек, конечно же, нет никакого смысла. И самое интересное, что данное соцветие можно использовать как букет. Оставить его на память себе на зиму. Метельчатые дартензии и древовидные дартензии цветут на побегах этого года. Поэтому нужно делать им достаточно короткую обрезку. В прошлом году, дорогие друзья, я пропустила тот момент, когда нужно обрезать древовидную гортензию именно осенью. А весной тоже уже поздновато я к ней пришла. И, соответственно, она у меня осталась, ну, можно сказать, два года необрезанная. В этом году у меня, конечно, процесс ее обрезки будет чуть сложнее и чуть дольше. Вначале я обрезаю только сами соцветия. Это я делаю, дорогие друзья, для того, чтобы мне было лучше видно сами веточки. Смотрите, как сами соцветия наклоненные. И за счет этого, конечно, очень тяжело просматривать, что находится внутри. Данную гортензию я, дорогие друзья, в этом году немножко подвязывала, для того, чтобы она не ложилась полностью на землю. Сейчас же мне надо опять снять эту подвязочку и посмотреть на сами ветки, которые находятся внутри куста. Удаляю вначале самые слабые веточки, для того, чтобы хруст больше проредить. Затем укорачиваю длину ветки до высоты трех почек. Так проделываю с каждой веточкой. Ну и, конечно же, убираю самые слабые, тоненькие и сломанные ветки. Следующая на очереди, дорогие друзья, это крупнолистная гортензия. Вначале я срезаю только сами соцветия и совсем немножко укорачиваю длину веток, оставляя минимум 3-4 почки. Свои крупнолистные гортензии я не укрываю. У нас не столь холодная зима, и, в принципе, даже крупнолистная гортензия у меня не вымерзает. И, конечно же, дорогие друзья, не могу я оставить себя без осеннего красивого букета, который будет радовать меня всю зиму и наполнять мою душу ароматом осени. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Всем спасибо за внимание и до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока.